50 миллиардов на обход Дербента. Глава Дагестана анонсировал стоимость обходной трассы, призванной разгрузить древний город. Опасное питание. Школы республики оштрафованы на 4 миллиона рублей за несоблюдение санитарных норм. Вышки связи или облучатели? Мобильниками пользуются все, но жить рядом с оборудованием для сотовой связи, которую немногие. Почему? Узнавали мои коллеги. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Дорога в обход Дербента будет стоить до 50 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава Дагестана Владимир Васильев, журналистом на съезде партии «Единая Россия» в Москве. По его словам, дорога протяженностью 32 километра может обойтись бюджету как минимум в эту сумму. Кроме того, на 19-м съезде партии власти обсуждали внутрипартийные изменения накануне предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму. Это такой период после выборов, когда партия, я об этом сегодня говорил, содержала победу, заручилась доверием общества. И при этом мы вот сейчас видим, как много проблем. Как много проблем, и их необходимо решать так, на что постоянно обращает внимание президент. Чтобы это звучало не по отчету, а по ощущению людей. Политическая партия «Единая Россия» сегодня, и мы это увидели на съезде, включила в свои ряды значительную часть и руководителей, и специалистов, экспертов. Сегодня об этом много говорили. В Дагестане увеличат МРОД и зарплату бюджетникам. Об этом сообщают в правительстве региона. Так, с 1 января 2020 года минимальный размер зарплаты должен составить 12 130 рублей. Это на 850 рублей больше текущей суммы. Повышение проводится в рамках исполнения майских указов президента России. При росте экономических показателей соразмерно должны расти и зарплаты всем указанным категориям работников – врачам, учителям, воспитателям в детских садах и другим категориям бюджетников. Мирный Кавказ. Под таким названием накануне в республике прошел Северо-Кавказский форум, призванный ответить на важнейшие вызовы сегодняшнего дня. Более 150 участников встретились на одной площадке, чтобы поговорить о профилактике экстремизма. Отметим, что Мирный Кавказ проходит уже в третий раз. Участие в нем принимают аспиранты, студенты, представители научного сообщества, а также члены антитеррористической комиссии республики. У собравшихся на форуме одна общая задача – чтобы экстремистские идеи не проникали в сознание молодых людей. Это главная цель – посмотреть, мотивировать новое поколение молодых людей для того, чтобы в будущем из них вырастить экспертов и чтобы они составили конкуренцию идеологам, эмиссарам экстремизма. Этот форум, он уже выявил довольно-таки способный людей, будущее, которое я вижу из них довольно-таки известно, политологов, экспертов. Именно вот по теме экстремизма или терроризма. В этом году особое внимание было уделено формированию готовности у молодежи противостоять идеологии экстремизма в сети интернет, умению самостоятельно и осознанно вырабатывать жизненную позицию. Инициатором и организатором мероприятия выступило Министерство по делам молодежи Дагестана. К итогу форума задача, чтобы каждая из этих групп, сообществ, они подготовили свои проекты, которые в дальнейшем могут уже непосредственно на местах реализовывать. Мы каждый год меняем формат и проведение, чтобы мы какими-то, ну, более существенным был форум и какие-то ощущения, по итогу, ощущали реальные какие-то подвижки в этих вопросах. Поэтому хотим, чтобы были реально проекты по итогу и мы совместно с молодежью, с представителями этих сфер могли их реализовывать. Бензин в Дагестане не прошел проверку на качество. Доля суррогатного топлива в республике превышает 20%. Об этом сообщает Росстандарт. Но оказывается, это еще не так плохо. Наибольшие проблемы с качеством бензина отмечены во Владимирской области. Там доля суррогата доходит до 70%. Напомним, что в настоящее время в республике проходит кампания по обелению работы АЗС, которая уже начинает давать результаты. Школы Дагестана оштрафованы на 4 миллиона рублей. Роспотребнадзор выявил ряд нарушений в работе школьных пищеблоков республики. За 9 месяцев этого года было проверено 643 столовых и исследованы сотни готовых блюд, часть из которых не отвечала гигиеническим требованиям. При этом в 370 столовых использовали сырье, не отвечающее санитарным нормам. Были также выявлены нарушения и в соблюдении веса к порции готовых блюд. Таким образом, надзорным ведомствам вынесено около полутора тысяч постановлений о нарушениях и наложенных штрафы почти на 4 миллиона рублей. Мобильные бригады заработали в селах Дагестана. Они позволяют жителям старше 65 лет добираться до районных и городских больниц с комфортом и в кратчайшие сроки. Специальный транспорт выделен в рамках нацпроекта «Демография», направленного на повышение качества жизни пожилых людей. Первыми услугами мобильной бригады воспользовались жители села Новокаякент. Патимат Ханапова расскажет подробности. Более 30 единиц автотранспорта. Приобретены эти модели на средства из федерального бюджета. Это принципиально новый подход в работе не только с пожилыми людьми, но и с маломобильными гражданами. Ведь машины оснащены специальным подъемным механизмом. Пенсионерка Лидия Маликова из села Новокаякент одна из первых воспользовалась новой услугой. Я говорю, хорошо, сын меня привезет. Не надо, мы приедем домой. Думаю, боже мой, такого сроду еще не было у нас в Каякенте. Такое условие, такое внимание, все. В 10 часов позвонила, сейчас мы подъедем. Я уже в 10 готова, быстрее выхожу, нервничаю. Думаю, не приеду. И машину эту не увижу, ничего. Приехали, спасибо большое. Мы привезли очень удобную вещь и очень как раз актуальная она эта машина. В рамках пилотного выезда мобильной бригады пять нуждающихся Каякентского района прошли первичный осмотр специалистов. Сдали анализы, сделали маммографию, кардиограмму, флюорографию. Далее по результатам проведенного обследования врачам будет назначено и проведено соответствующее лечение. Сегодня очень удобно нам, нашим медицинским работникам, здравоохранения для района и для республики, что выделено огромное количество транспорта через Министерство социального развития и труда. А сегодня как раз таки обслуживание этого населения очень важное само. Сегодня идет диспансеризация больных старшего поколения. Уделяется внимание старшему поколению по нашему проекту, по другим проектам. Мы сегодня насколько самопроводим и профилактические осмотры, медицинские осмотры, обследования и лечения этих больных. Сегодня один из тех примеров, которым мы сегодня можем гордиться. У нас в районе есть такой транспорт. Мобильные бригады в районах будут работать по расписанию. Посмотреть его можно в комплексных центрах соцобслуживания по месту жительства. Программой предусмотрено, что мы, создав комиссию, будем забирать этих наших подопечных из дому, привозить в медицинские учреждения. После их обследования, соответственно, будем довозить их обратно домой. Отметим, что в этом году центры соцобслуживания в республике будут на 70% обеспечены специальным транспортом. А улучшение качества оказываемых услуг, отмечают эксперты, увеличит продолжительность жизни дагестанцев. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Каякенский район. И печальная новость. На 95-м году жизни скончался генерал-майору отставки Амар Муртазалиев. Почти 50 лет он прослужил в органах безопасности, прошел службу в Афганистане, принимал самое активное участие в освобождении плененных советских солдат. Генерал проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Основанный и руководимый им отряд краеведов-следопытов, участниками которого стали школьники, внес неоценимый вклад в поиски советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. За героизм и проявленное мужество генерал-майор Муртазалиев был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Знак Почета и другими наградами. Уход из жизни Амара Муртазалиевича – невосполнимая потеря для всей республики. Светлая, благодарная память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в тексте соболезнования от имени руководства Дагестана. В Дагестане растет число вышек сотовой связи. При этом зачастую строятся они рядом с жилыми домами. Многим не по душе такое соседство. Люди опасаются, что электромагнитное излучение может негативно сказаться на их здоровье. Так ли это, выясняли наши корреспонденты. А кто услышит нас, чиновники или которые этот документ подписывают, не ставят такие вышки около жилых домов, потому что мы здесь живем. Нам некуда уезжать, это наши дома. На этом небольшом участке сотовых вышек целых 8. Некоторые буквально впритык к жилым объектам. Эта башня и вовсе расположена между двумя образовательными учреждениями. Слева школа, справа детский сад. Сегодня стоит вышка на территории школы, причем она находится между школой и детским садиком, который будет сдан буквально до конца декабря. Я считаю, что это недопустимо. Это просто преступление. Я, например, считаю, что люди, которые сегодня занимаются продажей сотовой связи и распространением сотовой связи, они, наверное, должны думать не только о себе, они должны думать о людях, о том, что их окружает и какие последствия это все будет иметь в дальнейшем. Хозяева вышек успокаивают жителей. Излучение не превышает допустимого уровня. Однако у независимых экспертов способы проведения этих экспертиз вызывают массу вопросов. Что бы ни говорили эксперты, это недопустимо. Уровень излучения все равно будет зашкаливать. Если они показывают на измерительных приборах что-то не так, то я более чем уверен, что это обман. Можно так настроить прибор или так стать в сторону от диаграммы направленности антенны, что он может показать допустимые нормы. Но здесь я более чем уверен. Я могу провести сам, так сказать, с помощью приборов измерения и доказать, что здесь уровень излучения очень большой. И если эксперты утверждают, что это не так, то пусть они вот такие антенны у себя под окнами на таком расстоянии установят. Кроме того, незаконность этих вышек подтвердил и Роспотребнадзор. По данным ведомства, их установка не соответствует санитарным нормам. Защитная зона должна быть не меньше 25 метров. В данном случае всего 9. Помимо этого, вышку необходимо оградить бетонной стеной. Нас убеждают, что она очень полезна. Но если она кому-то полезна, пусть поставят там, где она полезна. Мы так просим. А у нас убрать ее. И к тому же указывают, что она частное домовладение. Но мы тоже частное домовладение. Поэтому зачем противовесить с местными жителями ставить эту вышку. Общеизвестно, что электромагнитное излучение бьет в первую очередь по нервной системе человека. Страдают нейроны мозга. В результате ухудшается память и нарушается координация движений. Влияет это и на сердечно-сосудистую систему. К большому сожалению, сегодня ставим свои личные цели, свою личную выгоду и свою коммерческую выгоду выше благополучия и здоровья окружающих наших людей. Мы живем в одном городе, в одной республике, на одной территории. И каждый человек имеет право на здоровый образ жизни. Предельно допустимый уровень 10 микроватт на квадратный сантиметр. Но проблема в том, что иногда на столб могут повесить несколько антенн. В этом случае сила излучения возрастает многократно. Письма со всеми претензиями представители ОНФ планируют направить в соответствующие органы с просьбой разобраться. Патемат Ханнапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Каспийск. 27 ноября день морской пехоты. В этот день принято поздравлять мужчин в черных беретах. В Каспийске в одной из воинских частей прошел день открытых дверей. Морские пехотинцы принимали поздравления. Поздравил военнослужащих и мой коллега Камиль Девятов. Там, где мы, там победа. Таков девиз морских пехотинцев. На суше, в воде и даже в небе эти бойцы в черных беретах готовы выполнить любую боевую задачу. 24 часа в сутки даже в свой профессиональный праздник они находятся в постоянной боевой готовности. Подразделение морской пехоты Каспийской флотилии заняло первое место по вооруженным силам Российской Федерации по боевой подготовке. Это, наверное, самое многое он говорит. И в первую очередь о подготовке личного состава морской пехоты, полка морской пехоты. Праздничные мероприятия начались построение личного состава морской пехоты. Для гостей военнослужащие спецподразделения продемонстрировали навыки рукопашного боя. Черная смерть – так прозвали морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны фашисты. Мужчины в тельняшках и черной форме наводили ужас на своих врагов. С такими лучше не вступать в конфликт. На поле боя морпехи обладают невероятной смелостью, выносливостью и владеют любыми видами оружия и рукопашного боя. Всем желающим была продемонстрирована боевая техника. Посидеть за рулем бронетранспортера, изучить стрелковое оружие в день открытых дверей – это разрешено. Это противотанковый управляемый комплекс, предназначенный для уничтожения боевой техники. Она весит полностью 26 килограммов ракета. Сама эта установка тоже так весит. Потом что? Боевой расчет – два человека. Калибр у него 152-й. В заключении экскурсии для всех гостей был организован обед – полевая кухня в столовой. Камиль Девятов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Каспийск. Наркомания – заболевание, ставшее серьезной проблемой для нашего общества. Борьба с этим социальным злом напоминает настоящую войну двух сторон – здравого смысла и наркобизнеса. Каждый день наркотики уносят жизни людей, но зависимость – не приговор. В реабилитационном центре «Свобода» возвращают в нормальные жизни людей, ставших заложниками тяжелой болезни. Алина Богилова, продолжение темы. Здесь пациентов готовят как морально, так и физически. Кто-то попадает сюда по доброй воле, а кто-то – напорством и усилиями родных. Уклад в центре почти армейский. День начинается по расписанию. Подъем, завтрак, зарядки, работа психотерапевтом, книги. Ну и желающие могут еще поиграться с друзьями меньшими. Саопарк. Я никогда не думал, что я, допустим, внутривенно употреблю жизнью. Это для меня было дико, потому что я занимался спортом, я учился, и у меня в семье никогда таких не было. Но как-то это произошло, я выстощил руку, зажал глаза и бах, думаю, ошалеть. И у меня такой стереотип был, что один раз делаешь, и все, короче, на следующий день ломка. И думаю, ой, ничего же нет такого в жизни. И теперь, ну дай-ка буду делать, когда почувствую, что у меня всегда, всегда у меня моя голова обманывает. Всегда. Ну это я здесь начал понимать, да, я думал, такое там крутой, короче. Потом уже знаешь, это дурак просто. На сегодняшний день проблема зависимости приобрела огромный масштаб. Если раньше зависимые шли от 25 лет, то сегодня наркомания молодей. Ребята уже с 14 лет обращают в центра. Я хочу призвать всех тех, кто еще страдает этой болезнью. В нашем центре созданы все условия. Не стесняйтесь, приходите, выход есть. Здесь надо преодолевать свою лень, менять привычный образ жизни, в общем, становиться абсолютно другим человеком. Это тяжело и для многих мучительно. Но именно смирение и монотонная обстановка помогают ребятам преодолеть себя, избавиться от страстей, излечить душу. Начал курить марихуану. В какой-то момент, когда заканчивал школу, ну, лоску, впал в депрессию и начал принимать антидепрессанты. Я не хотел слушать тебя, делал тебе все назло. Зная то, что тебе будет больно, все равно это делал. Я извиняюсь перед тобой, прости меня ради сегодняшнего Аллаха. Я больше не приду к этому пути. Всех пациентов, по словам психотерапевта, Шамиля объединяет одно – эмоциональная нестабильность, неустойчивость к стрессам, моральная слабость. В центре с зависимыми ведется постоянная работа. Трудятся врачи и психотерапевты. Подход ко всем разный. Программа реабилитации, в первую очередь, она заключается в том, что мы выводим человека из той среды обитания, где формировалась его болезнь. Индивидуально, естественно, подбирается. Не могу сказать, что конкретно каждому человеку подбирается изначально какая-то определенная терапия. По мере того, насколько он меняется, она, будем говорить, импровизационно, что ли, к нему применяется. Мы смотрим по обстоятельствам, где там может быть транзактный анализ, может быть гештальтерапия, может быть просто терапия, общение внутри группы использоваться. Ребятам, в первую очередь, я желаю, чтобы они не верили своим мыслям, которые к ним приходят в голову, то, что вы сможете сами, у вас получится. Сам тоже я оставлял, оставлял, но это ненадолго все равно. Все равно мысли подталкивают на это, да, наша болезнь, и, сказать так, по религии, шайдан толкает на это. И, ну, в любом случае, без, не то чтобы без реабилитации, как минимум без этой программы, без, ну, кто не знает эту программу, мое мнение, что он смотрит сам. Там сила воли, нам она редко помогает. Это очень, очень редкий случай, когда просто на силу воли человек лежался там. Центр готов помогать и делиться своей программой лечением. За время работы более 500 человек прошли реабилитацию. 250 человек смогли избавиться от зависимости навсегда. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом, прошла в историческом парке в Махачкале. Принять участие в ней мог каждый желающий. Врачи ожидали тех, кто не против поделиться частичкой себя и дать шанс другому человеку на выздоровление. Тему продолжит моя коллега Зумруд Гамидова. Пункт сдачи крови доноры пришли к 9 утра. Алгоритм действий для пациентов не поменялся. Нужно заполнить анкету, проверить давление и гемоглобин. Если все в норме, приступают к процедуре. Многие сдают кровь регулярно, зная, как часто нужна донорская помощь для спасения жизни людей. Много случаев, которые просят кровь, просят то, что там пострадали, попали в аварию, там внезапно такие моменты бывают в жизни. Поэтому необходимо даже у кого есть возможность сдавать кровь, не только просто, для благотворительности даже можно. Потому что мы помогаем этим очень многим людям. А вот Расул Нажмудинов сдаёт кровь впервые. Парень считает, что каждый человек должен внести свой вклад в спасение жизни людей. Возможность, которую как-то можно сделать от себя. Я думаю, смогу, наверное, первый раз посмотреть, сдать, помочь кому-нибудь, наверное, кто нуждается, какую помощь от меня сделать. Поэтому решил сегодня сдать, посмотреть, как это. Главная цель акции – привлечь внимание молодёжи к проблеме распространения ВИЧ в нашей республике. Только по официальным данным в Дагестане более 3,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Поэтому организаторы проводят мероприятия уже не первый год, и с каждым разом доноров становится больше. Основная масса людей в этот раз присоединилась после пятничной молитвы. Хочу отметить, что в этот день, в пятницу, в благословенную пятницу, когда мусульмане приходят на джима-намаз, мы делаем эту акцию, чтобы у каждого мусульмана, желающего после намаза, сделать благое дело, была такая возможность. Это очень важное мероприятие, потому что кровь, которую люди сдают здесь, она очень нужна донорам, и мы часто видим призывы сдать кровь. Помимо сдачи донорской крови, можно будет пройти тест на СПИД и ВИЧ. Однако в выездных условиях такие анализы сегодня делать не стали. Решили обойтись призывами обратиться в клинику и протестировать свою кровь. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Пешеход – самый уязвимый на дороге, но не все об этом помнят. Поэтому на всей территории республики прошел единый день безопасности дорожного движения под девизом «Осторожно, пешеход». Сотрудники управления ГИБДД Дагестана выявляли злостных нарушителей правил дорожного движения. Наши коллеги расскажут подробнее. Вы мешаете создать проезжей части дорожного движения? Я не хотел проезжей части помешать. Не мешая проезжей части, вы решили сделать паровую? Там коляска проходит, люди должны... Так с каждым участником дорожного движения. Инспектора ГИБДД проводят объяснительную работу. Люди слушают, а вот нарушать продолжают. Полицейские провели ряд комплексных мероприятий по профилактике и недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Пренебрегать правилами дорожного движения нельзя. В ходе мероприятий выявляется нарушение правил дорожного движения, которые допускаются пешеходами. Проводится профилактическая работа с пешеходами, инспекторами, юными инспекторами дорожного движения. С начала года в одной только Махачкале произошло 364 дорожно-транспортных происшествия. 179 случаев, когда водители совершили наезд на пешеходов. 24 человека погибли. Камиль Девятов, Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Один из самых известных аулов Дагестана, Ахты, славится своей тысячелетней историей, горячими источниками, древними строениями, но и пышными яблоневыми садами. Так в культурно-выставочном центре Национального музея имени Тахагоди открылась итоговая выставка по арт-резиденции Кульсанштурм-2 с говорящим названием «Ахтынские яблоки». Продолжение темы – сюжет Алины Багиловой. Авторы, как всегда, придумали нечто новое и интересное. И вот эти арт-резиденции – это, конечно же, такие живые творческие лаборатории, которые, как мы уже слышали, охватят практически все уголки нашей республики. Аромат яблок – невероятные художники проекта вдохновились октябрьской порой в Ахтах. В своих работах они с потрясающей точностью смогли передать атмосферу яблоневых роч. Формак у этой идеи такой. Мы выезжаем с художниками, определенное количество художников, выезжаем на место, смотрим, изучаем, постигаем какие-то секреты, знакомимся с местностью, с людьми, знакомимся с этим брендом. Затем мы возвращаемся домой, художники создают работы, вдохновившись этими темами. И потом мы делаем выставку, а работы эти дарятся музею. Яблоки повсюду, на подносах, в витринах, на стенах, возвышаются башни и, конечно, в руках гостей выставки. Организаторы выбирают местность по культурному наследию, выезжают с группы художников на место, изучают особенности района, погружаются в атмосферу, пишут картины, которые потом дарят музею. Это поездка, огромное удовольствие, куча всего нового, куча впечатлений, ну и, конечно, нужно было создать работу. Яблоки – это же первоисточник, да, это начало вообще человечества, это библейский сюжет, это сакральный смысл. К тому же есть еще и яблоко Ньютона, это как плод познания, да, плод, который толкает в верах, да. Первым пунктом творческого знакомства стало традиционное выращивание и сбор яблок в селении Ахты, которое проходит каждые два года. Понятие «ахтынские яблоки» стало брендом всего Дагестана. Цель данного проекта является возобновление садов, которые пострадали после перестройки, заметно пострадало стимулирование производителей, обмен опытом садоводов. Главное, чтобы люди знали, что это продукция высокого качества, что Ахтынские яблоки, которые… яблоки Ахтынские вообще-то являются уникальными. Еще в начале 20-х годов прошлого века художники, музыканты, поэты собирались в группы и отправлялись в горы. Там они собирали этнографический материал, делали зарисовки, обучали местных жителей, то есть происходил взаимный культурный обмен. И вот спустя без малого сто лет эта традиция возобновляется. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ «Махачкала». Дагестанские борцы начали подготовку к олимпийскому сезону. В эти дни команда завершает свой первый тренировочный сбор. Ближайшим стартом для большинства вольников станет международный турнир «Аланы». Он пройдет 7-8 декабря во Владикавказе. Тему продолжит Курбан Рагимов. До старта сезона считанные дни. В разгаре вторая неделя сборов. Первый этап подготовки сборная Дагестана проводит в Махачкалинском ЦОПе. Открывать олимпийский год борцы будут уже в начале декабря в столицу Алании отправиться десант из 30 спортсменов. Результаты этого турнира, так же как и Ярыгинского, будут учтены при формировании сборной России на чемпионат Европы. Сейчас сбор подходит к концу. Завтра у нас, в принципе, последний схваточный день. Поэтому ребята в неплохой форме. Основные ребята у нас не будут бороться на «Аланах». Надеемся на молодых ребят. В межсезонье каждый провел по-разному. Пока первые номера восстанавливались после насыщенного года, молодежь продолжала совершенствовать свое мастерство. Хасавюртовец Абаз Гаджи Магомедов осенью успел побороться в Германии. А участие в предстоящем турнире он считает важным этапом своей карьеры. Этот турнир очень многое решает. Там все ведущие борцы будут выступать. И из Дагестана, и из всех регионов, и из зарубежья. Из этого хочется там показать хорошую борьбу. И зацепиться за сборную. Уже хочется порадовать своих болельщиков, родных. Из этого сейчас, иншаля, буду пахать и радовать своих близких. Не за горами Олимпиада в Токио. До начала меньше 9 месяцев. Мечтой попасть на игры четырехлетия живет каждый спортсмен. Однако в столицу Японии отправятся только лучшие из лучших. Основные победы чемпион Европы и призер мира Ахмед Гаджи Магомедов одержал в неолимпийском весе до 79 килограммов. Теперь самое время задуматься о переходе в более тяжелую категорию. После травмы колена борец пропустил полгода и уже успел соскучиться по ковру. Для меня это тоже, я тоже хочу попасть в Олимпиаду. Просто у меня вес проблемы. На 74 вес большой, 86. У меня есть вес 85-86. А сейчас, если вес не будет падать, я буду 86 пробовать. Чего не пробовать, может получится. Я уже схватки делаю, я уже борюсь так. Ну, знаешь, страх есть все равно. А так, я думаю, через месяц уже я смогу бороться уже полностью. Тренировочный сбор уже подходит к концу. За неделю до старта вольники начнут сбрасывать лишние килограммы. Вся команда настраивается на тяжелые схватки. Бороться за медали предстоит дома у своих главных конкурентов. Турнир «Аланы» во Владикавказе пройдет 7-8 декабря. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова